И снова всем welcome! Это снова я, Дэн Джи Пи. Сегодня речь у нас пойдет про коммунальные услуги в Японии, как их оплачивать, как их начисляют, как проверяют, в общем, все подробно. И какие есть коммунальные услуги в Японии, если вы живете, ну, к примеру, вот в апартменте или же в маншине. На примере вот этого дома я покажу, как начисляются и как проверяются услуги по основным платежам за свет, за газ и за воду. Засвет в открытом доступе счетовая, где находятся все счетчики на все квартиры. Проверяющий приходит и проверяет, сколько вы потратили, пишет это в компьютере, у него там с собой планшет. Все он на планшете, все это заполняет. И с собой у него прямо на поясе висит принтер. Принтер, который вот распечатывает счет за свет. Как вы можете видеть, здесь разные счетчики. Есть вот, ну, типа такого аналогового, да? Есть вот электронные разных моделей. Ну, есть вот похожие, тут немного другое. Тут зависит от компании. Энергетическая компания, к которой вы подключены, сама меняет счетчики. И вам не нужно вообще за этим заморачиваться и менять, что-то там устанавливать, оплачивать работу этих людей. Ничего не нужно. Вы платите только за свет, то есть по счету, который вам приходит. Если у вас подключена карточка, кэш-карт к оплате коммунальных услуг за свет, то у вас будут автоматически ежемесячно списываться эти деньги, ну, сколько они вам начислили. Если же нет, то когда человек приходит проверять, сколько света потратили, как я уже говорил, он вносит эти данные в планшет. У него на поясе висит принтер, который распечатывает вот такие бумажки, эти счета. И он берет эти счета и каждому в ящик закидывает почтовый. Все очень просто. Примерно цена за свет. Это мой старый счет за свет. Давно я еще оплачивал. Как вы можете видеть, ну, здесь цена не очень большая, потому что всего 130 киловатт. Здесь написан тариф, сколько ампер. Это вы выбираете сами, сколько вам нужно ампер дома. У меня до этого стояло по умолчанию 20, но 20 очень мало и не хватает, если включается минимум 2-3 прибора. Это там стиралка, микроволновка и какой-нибудь обогреватель и все. И особенно зимой это быстро выбивает блокиратор там. Поэтому я поставил 30-30 вполне, хватает и не нужно больше. И расход у меня всего 130 киловатт. Это за летний месяц, как вы видите. Ну, кондейм я особо не пользуюсь, только вентиляторы мне хватает. Счет за свет примерно 3000 йен. Ну, 300. Это около где-то 2,5-2,4 100 йен за 100 киловатт. Если в рубли переводить, ну, где-то 1800 за 100 киловатт. Где-то так. Тут указана обонплата, это за вот, за счетчик, который установлен. И здесь указано, сколько вы потратили. Пойдем посмотрим газ. Газовые счетчики находятся прям непосредственно рядом с котлами. с газовыми. Потому что в Японии, как вы знаете, нету центрального отопления. И нету горячего водоснабжения в домах. И все дома, ну, оборудоваются своими котлами газовыми. Для нагрева воды и чтобы можно было, ну, хотя бы как-то нормально жить. На примере данного котла я покажу. На каждую квартиру выделяется вот такой вот котел. И под ним идет газовый счетчик. Ну, так же там вот вы видите, все эти котлы стоят. Чтобы было удобно проверяющему. И вообще, как бы, по обслуживанию для газовика это очень удобно. То есть не надо бегать там от, от вот рубильника, грубо говоря, до котла и проверять. Все ли нормально там или нет. То есть пришел, вот конкретная квартира. Вот ее счетчик. Он же кран газовый. В случае землетрясения здесь будет гореть красная лампа. И вам нужно будет здесь вот нажать кнопку. Там на сколько-то секунд. И подача газа возобновится. Вот тут вы видите, сколько кубометров потрачен на конкретную квартиру. Также работник газовой компании приходит на каждый конкретный дом. Проверяет, сколько там по счетчику. Вносит также в свой планшет. И распечатывает вот такой вот счет за газ. Здесь вы можете видеть цену за газ. Это старый счет, но цены на газ не меняются. Так же, как и на электричестве и на воду. И остаются стабильными годами просто. Здесь можно видеть, что за газ я заплатил 4,5 тысячи йен. За 30 кубометров это за 28 календарных дней. Что достаточно много. И тут вы можете видеть, сколько комиссий за пользование вот этих газовой колонкой и газового счетчика. Это 338 йен. А все остальное это вот считывается за кубометр газа. Кому интересно, потом можете сравнить. Ну, если в рублях, это за 30 кубометров я заплатил около 3200 рублей. Где-то так. Ну, достаточно большая сумма. И теперь, что касается воды. Воду проверяют раз в два месяца. И выписывают счет сразу за два месяца пользования водой. Счетчики воды также находятся рядом с домом. Вот в таких вот колодцах. Проверяющий подходит, открывает и вот снимает показания за воду вот по счетчику. У него также есть принтер. Он может распечатать счет за воду. Вот примерно цена за воду выходит за два месяца. У меня потребление воды примерно 26 кубометров за два месяца. И по деньгам и выходит на 4850 йен. Получается, что в районе 5000 за воду плачу за два месяца. То есть 2500 в месяц. Ну, а в рублях 3200. Цены нормальные. Не сказать, что это много. По японским меркам вполне себе достойно. Но если вы живете где-то в Токио, цены будут выше. Потому что от места вашего проживания зависят и цены. Также и аренда квартиры, и аренда парковки, и остальные услуги. Теперь, что касается остальных услуг. В зависимости от компании могут вам начислять разные расходы. К примеру, это за вывоз мусора, работа садовника, за парковку, за машину или за велые. Тут уже на усмотрение самой управляющей компании. Теперь расскажу по ценам. Примерные цены в моем районе. Это город Кавасаки. Это не Токио. И в Токио это будет выше, чем здесь. Чтобы вам примерно представлять, сколько стоят дополнительные услуги управляющей компании. Я сейчас расскажу. Начнем с мусора. У каждого дома, если он построен отдельно, как маншин. Называется маншин, по факту это апатва. Апартаменты. Маншин это капитальные строения. Типа таких бетонные, двух, трех, четырехэтажные. Апато обычно вот такие вот деревянные дома, обшитые сайдингом. Утеплитель внутри. Мусор. У каждого дома. У меня есть отдельное видео по мусору. Как там сортировать, как что, какие дни вывозят. Тут вот написано даже. Памятка для тех, кто только приехал и не знает, когда вывозят, когда не вывозят. И какой мусор здесь все написано. Можете ознакомиться. У меня отдельно есть видео. Я там более подробно рассказываю про сортировку мусора. Но что касается вот отдельных услуг управляющей компании. У меня DK компания. Арендовал я дом в компании E-Hea. То есть хорошая комната переводится. Дополнительные услуги входят. Вывоз мусора. Работа садовника. Уборка придомовой территории. И также уборка парковки. Вот велопарковкой там моют. Не каждый месяц. Ну, бывает раз в два месяца приезжают. Вот садовник и мойщики убирают. А вывоз мусора. Там написано вот расписание. Где-то каждый день практически кто-то приезжает и вывозит определенный тип мусора. За все это дополнительно нужно платить примерно что-то около 4-5 тысяч иен. В моем конкретном случае. Если же вы живете в Токио, как я уже говорил, там цены немного повыше. Теперь, что касается парковки. Парковки, как вы знаете, в Японии дорогие. Но если вы живете в доме и рядом с домом есть парковка, которая принадлежит также дому, то там будет цена ниже, чем если бы вы арендовали такую посуточную парковку где-то рядом с домом, там в другом месте. Примерно по ценам. В моем конкретном случае, вот одно место рядом с домом стоит около 8 тысяч иен. Это очень дешево, я вам скажу. Тут независимо от того, какая у вас машина. Кейкар, это вот с желтыми номерами, да. Или же у вас вот типа минивена такого. У нас с белыми обычными номерами. Неважно. За парковку вы будете платить одинаково. Что за минивены, что за кейкар. Это 8 тысяч иен. Что касается парковки для велосипедов и для мотоциклов, она бесплатна. Но это не везде, потому что есть некоторые дома. Например, в Токио, где я раньше жил, когда я только приехал в Японию, я жил в районе Ишинокоба, и там были апартаменты. И в них за велопарковку приходилось платить порядка где-то 100-200 иен за месяц вроде. Точно не помню сейчас. Но все равно приходилось платить. За мотоциклы там, ну, мотоциклы там просто некуда было ставить. Во многих местах проблемы с мотопарковками. Я тогда жил тоже, после переехал в Итабаши. В Итабаши там не было мотопарковки, только велопарковка. А когда я приобрел себе первый мотоцикл, я не знал просто, куда его ставить. В районе вообще не было мотопарковок. И в ближайшем эта парковка была где-то там в другом районе, километра 2-3 от дома. Ну, то есть это очень далеко и неудобно. И приходилось как-то договариваться с людьми, с домоуправлением, кто там живет, чтобы ставить его рядом с велосипедами. Ну, как бы аккуратно, чтобы не мешал он другим. Вот здесь вот велопарковка, они могут ставить, те, кто живут здесь, бесплатно на велосипеды свои. Конечно же, не нужно здесь парковать, если вы здесь не живете. Это само собой разумеющееся. Но некоторые шибкоумные граждане, ну, так делают здесь, кто приезжает. Вот, например, они приехали к друзьям на несколько дней. Они ставят здесь там свой велосипед или мотоцикл, оставляют и уезжают. С ними там отдыхать или еще где-то они там кутят в этом доме. Совершенно в другом, не к этому дому отношения не имеющем, где-то в другом месте. Потом приезжают и уезжают на нем. То есть, как бы, есть такие люди, но их очень мало. И да, еще здесь вот также на территории апарта, вот этого маншина, есть освещение. Это освещение парковки, освещение там той парковки автомобилей и освещение придомовой территории, там перед домом. Это освещение также входит уже в стоимость проживания, то есть в стоимость дополнительных услуг от управляющей компании. А освещение в придомовой территории. Оплата за освещение также входит в стоимость услуг управляющей компании. Вот те 4-5 тысяч, о которых я говорил, ежемесячно они снимают. Это вот за это освещение, плюс вывоз мусора, уборка и садовник. Ну, в этом месяце как-то нам не очень хорошо покромсали пихты. Или что это, я не знаю. Очень похоже на пихту. То есть, здесь выше, там ниже, как-то кривовато срезали. Ну, а что поделать? Бывают случаи такие. Как вы видите, тоже достаточно все чисто перед домом. Никакого мусора, никаких там, никакой грязи, ничего нет. Тут очень важно, тоже грамотно сделано наклон, что-то этот скат для воды. То есть, если с крыши что-то капает, вся вода сразу стекает вот в небольшую такую ливневку. И на бетоне здесь вода не скапливается. И также здесь на парковке сделаны ливневки. Их регулярно чистят. Никаких засоров, никаких проблем с ними никогда нет. Тут находится дополнительный еще кран для садовника. И для уборщиков, которые приезжают, они подсоединяют свой шланг и могут чистить территорию. Также поливать растения и убирать около дома. Очень удобно. Ну, вот и все, что я хотел сегодня вам рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а также делитесь этим видео с друзьями. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.